Моральная нравственность. Куда движется общество сейчас? В эту сторону или в обратную, да, противоположную? И кино, и телевидение, и интернет. Нужно ли их ограничивать? Нужно ли как раз моральную нравственность как-то повышать там? Или это территория свободы и ничего, наверное, трогать? Ваше личное мнение. Ну, наверное, меня сейчас назовут там ретроградом и еще кем-то. Но, мне кажется, мы хлебнули вот этой свободой, вседозволенности. Я пережил 90-е годы, когда было все возможно, все разрешено. Поэтому мне кажется, что вот сейчас нужны ограничения. Возможно, самоограничения. С моей точки зрения мы постепенно начинаем двигаться в сторону нравственности. Это очень трудный процесс, потому что, когда тебе было все дозволено, ты мог делать все. А самоограничиться или ограничиться очень сложно, потому что человек привыкает. Поэтому, еще раз повторю, мне кажется, ограничения нужны. Есть вопрос в том, кто будет эти ограничения ставить. Потому что, вот это самый сложный вопрос. Как бы мы ни скатились там до цензуры. Хотя опять цензура, в общем, это хорошо. Я могу сказать, что там во времена Советского Союза, там 70-е, 80-е годы, там была цензура. Это было плохо, очевидно. Нам казалось, что мы живем в стране тьмы и еще чего-то, разговоры на кухне. А вы знаете, вот недавно что-то как-то не спалось. Я посмотрел фильмы старые. Вдруг я посмотрел, что актеры играют. Сценарий написан прилично. Тебе интересно. Хотя что-то шло на производственную тему. Вот в те времена я бы это не смотрел. Ну, просто не смотрел, потому что мне это было неинтересно. А сейчас я смотрю, что при всем том, что там было, а было достаточно много не очень хорошего, да, но были вещи, которые надо было сохранить, и мы их не сохранили. Наверное, путано говорю, но я за то, чтобы вот территория, особенно кино и, наверное, и театр, да, все-таки неким образом, ну, были в каких-то рамках, рамках приличия. Опять говорю, весь вопрос в том, кто будет ставить эти рамки приличия. Не знаю, ответил на вопрос или нет.